Доброго времени суток! Будем сейчас разбирать вопрос татуировки. Татуировка достаточно большая и знак серьезный, поэтому здесь действительно влияние может быть своеобразным и вообще на жизнь человека, на вашу жизнь и на защиту, которая будет устанавливаться. То есть здесь могут быть нюансы по ее установке, могут быть какие-то корректировки. И подружить в любом случае практически любую защиту, вернее не практически любую защиту, а практически любую татуировку можно с защитой, но для этого нужно правильно эту защиту устанавливать и убирать какие-то провоцирующие, может быть, татуировку на негативные воздействия факторы. Поэтому вот эти моменты сегодня будем тоже тщательно просматривать. Первое, давайте посмотрим вообще, что для вас эта татуировка, как она влияет. Тем более, что здесь были еще вопросы, которые касаются некра. Кстати, с учетом, опять же, татуировки в диагностике, которая была по результатам предыдущая, там тоже выпадала карта некра, но рядом с ней улучшение выпадало. То есть здесь вот снижение влияния, опять же, данных энергий на вашу жизнь. Это хорошо, потому что все-таки такие татуировки, они могут оттягивать силу. Вот сейчас мы посмотрим, может ли быть ситуация, когда татуировка пытается оттянуть, например, часть вашей энергии и вообще ее влияние на вас. Это не диагностика магического негатива на вас в виде ее стандартного, но это ситуация, когда мы смотрим именно влияние определенного изображения на теле. Ну, смотрите, то, что она подсасывает, да, то есть пока у вас есть определенные ресурсы энергетические, она немножко тянуть будет. Воздействие с ее стороны есть энергетическое, но хорошо, что у нас определенные карты здесь остались в колоде. Сейчас будем смотреть дальше. Так, смотрите, пока что ее влияние критически не распространяется на то, что касается... Ну, кстати, вот после чистки отлетели те влияния, которые могли быть, в том числе с ней связаны. Это позитивный момент, это очень хорошо. Сейчас она может влиять на репродуктивную функцию, но, как ни странно, она может эту репродуктивную функцию поддерживать. Да, о чем мы речь. Но, видите, может привлекать в вашу жизнь немножечко не тех людей. Интересный вопрос. Давайте мы вот эту диагностику энергетическую сейчас уточним. Уточним. Так. Смотрите, кстати, благодаря ей, ну не гораздо, но по крайней мере дольше, лет на 5-8, вы можете сохранять репродуктивность после какого-то возраста. То есть, по сравнению с тем, что могло бы быть без этой татуировки. Ну, я могу сказать, что это интересное влияние. Она, кстати, в том числе не дает, ну не то, чтобы она не дает в единственном своем влиянии набирать лишний вес, но она уберегает частично от набора лишнего веса, как бы странно это ни звучало. Однако, она вот может в вашу жизнь притягивать не совсем те встречи, не совсем тех людей, которые должны были бы быть, отсрочивая вопросы, которые могут касаться именно создания семьи, рождения детей, того, что с этим связано. То есть, допустим, отсрочить то, что еще могло бы прийти в вашу жизнь. Допустим, вот девушке суждено там троих-четверых родить, она рожает только одного, потому что, ну вот, были какие-то препоны и так далее. Здесь, сколько бы ни было по судьбе, он может отодвигать. Естественно, ваши тоже личные решения, желания на это влияют. Но здесь, вот смотрите, ярко выраженного негативного формата сейчас ее влияния я не вижу. То есть, здесь лучше, чем ожидалось. Вот честно скажу, лучше, чем ожидалось. Причем мы рассматриваем не только ее, а весь комплекс, который есть, включая ту, поверх которой она была набита. Ну, здесь вот, да, видите, ее основное влияние, как будто бы привлекать немножко не тех людей в жизни, оно есть, есть немножко. Следующий вопрос, как влияет на удачу вашу? В чем минусы и плюсы? Ну, смотрите, удача она не добавляет, но она может провоцировать какие-то влияния, когда вы несете ответственность за свои необдуманные поступки. То есть, вот если что-то наивное совершается, то это сразу видится и может наступать ответственность. В том числе могут быть истории с плохим самочувствием, если есть какие-то подобного рода действия с вашей стороны. Но в то же время она дает вам возможность активности в любой обстановке, даже сквозь страх. Здесь, знаете, как еще может быть? Вы можете стимулировать окружающих людей к определенным поступкам, которые нужны в данном случае вам. По крайней мере, дает хороший старт. Вот, то есть, даются возможности начинать что-то новое, какое-то дело. И на ней, на этой возможности, вы можете уходить дальше. Но это не сопровождение полное. Вот удача, да? Допустим, раз, подворачивается какая-то удача, какой-то хороший случай, и вы его можете, благодаря влиянию данной татуировки, взять. Но дальше его, да, удерживать, это уже влияние не татуировки, а вас самой. Вы знаете, вот и удача в начальном этапе, а затем вопросы ответственности за то, что есть. И расстройство от того, что были ожидания одни, получилось по-другому. Я не могу сказать, что, опять же, это какое-то критическое, катастрофическое влияние, но свои нюансы тут серьезные есть. Влияние на здоровье. Вот хорошо бы у нас не продублировался прошлый расклад, потому что на здоровье он будет, опять же, влиять не совсем так, как надо. Смотрите, ну, здесь, опять же, влияет на женскую репродуктивную сферу. И здесь, смотрите, может отсрочить некие вмешательства, которые на определенном этапе могли бы быть необходимы. Но может через какое-то время способствовать появлению мелких новообразований типа полипов. Правда, не в единичном, скорее всего, экземпляре, либо через какие-то перерывы времени. Далее, ну, смотрите, позитивные плюсы, а ложится сама карта сама по себе не особо радостная. Другой вопрос, что благодаря этой татуировке вы сможете вовремя узнавать о чем-то, что касается здоровья. И вот, да, вот как будто бы замораживает и притормаживает все то, что касается именно вопроса гормонов и женской сферы. она как будто бы, да, вот на дольший период дает отсрочку, растягивает все процессы во времени. Это может касаться им, если возникает на каком-то жизненном этапе, например, новообразования, может долго, да, вот не перерождаться, не развиваться, дает время для того, чтобы это убрать, вылечить. Что касается действия здесь вот. Ну, и видите как, продолжает, растягивает именно период, когда гормоны играют активную такую роль. И это хорошо. То есть период фертильности, она как будто бы продляет. Я хочу, чтобы правильно понимали. То есть она влияет позитивно на этот аспект. Но она не является единственной причиной, по которой может физиологически продляться этот момент. На финансы как она влияет, в чем минусы, в чем плюсы, то есть в целом влияние какое. Ну, вы знаете, на финансы минимальное ее влияние, кстати, минимально. Может сохранять от краж, от мошенников, которые могут появляться. То есть они могут по счастливой случайности не дозвониться, попасть на ваше правильное настроение и так далее. То есть сохраняет как будто бы от краж, но при этом я не могу сказать, что она очень серьезно что-то приумножает. Она может забирать влияние и авторитет взамен на сохранение имеющегося. Здесь больше про комфорт, чем про финансы. То есть влияние на финансы не такое большое, как могло бы быть при другой татуировке, которая нацелена именно на финансовый аспект. Как влияет на отношения? Ну, у нас уже вот в диагностике энергетической были моменты, нюансы. Посмотрим, подтвердятся ли они повторно. Может влиять на создание семьи. Минус в чем? В том, что есть формат, знаете как, есть формат здесь, когда подкидываются отношения, которые не совсем правильные, не совсем нужны. Вы понимаете, о чем идет речь. И они могут длиться достаточно долго. То есть минус в том, что дают таких людей. Но плюс в том, что будет новый шанс. Здесь можно, конечно, делать большой расклад. Мой будущий муж, как я тебя узнаю и так далее. Есть классные расклады на эту тему. Но здесь интересно, что она не блокирует, не замыкает полностью вас исключительно на этом. Потому что спустя определенное время будет даваться, причем может быть даже через пример некой ей дамы или какой-то семейной пары, возможность нового шанса. Кстати, возможно, эта пара даже уедет и человек станет бывшим. Тоже как будто бы под влиянием того, что к вам должен прийти новый шанс и как будто бы помогают. Она же притянула, она же в какое-то время может изгонять. Я не говорю о том, что татуировка всемогущая, не надо преувеличивать нам естественное ее влияние. Но это ключевое направление ее действия, то есть к чему она подталкивает энергии. Перспективы ее влияния в целом на вас на 10-15 лет. Ну вы знаете, изменяться ее влияние особо не будет. Могу сказать, что долгосрочная, долгоиграющая такая она. Особенно в ближайшие 4-5 лет и до 8 лет будет ее влияние. Вот после 10 лет будет как-то снижаться влияние. Лет через 10, может 10-14 лет. Где-то через это время может ее влияние практически сойти на ноль. Не знаю почему, может быть это будет связано с слишком чистая карта там ложилась. То есть может быть в какой-то момент вы решите ее убрать и через какое-то время ее влияние на вашу жизнь пропадет. Но я не думаю, что пока что вы решите ее удалять. Ощущение, что вы подождете. Еще и вы можете ждать несколько лет. Но это так, вне расклада мои наблюдения. Что оптимально сейчас вам делать с ней? Ну оптимально здесь все равно карты указывают, что ее удалить полностью через, ну соответственно, современные методы того, чтобы все вернуть к первоначальному виду. но опять же это оптимально. С другой стороны, да, это есть такая возможность, но я думаю, что вам понравятся какие-то влияния ее и вы не очень захотите с ней прощаться. Вот есть такой нюанс, то есть вот этот совет и эта оптимальность, она может вас расстраивать и вам не понравится то, что сказано. Хотя я всегда говорю, что если где-то что-то не нравится, что я сказала, надо еще, вот там, где меня убить захотелось, надо переслушать еще разок. Так, как снизить ее влияние, это я больше для себя. Сейчас я больше для себя, чтобы отдельно не делать расклад. ее сокрытие и перекрытие изображениями или цветами огня. Что это значит? То есть можно, допустим, надевать красные перчаточки, носочки, то есть у кого где татуировка, там красные кофточки кому-то в такой ситуации. Я почему так неопределенно говорю, для того, чтобы было непонятно, где татуировка, потому что я хотела вас попросить дать разрешение открыть ссылку, потому что очень интересный расклад, естественно конфиденциальность полностью вся соблюдается. Если вы не захотите, открывать не будем. Вообще никаких претензий с моей стороны. Просто очень интересные тут факторы есть, которые мы посмотрели. Хотелось бы дать людям понимание, на что вообще могут влиять татуировки и как выглядят такие диагностики. Так, еще раз снижать влияние. здесь из области частых омовений, но при этом перекрытие того места, где она находится цветами огня. Это не новые татуировки сверху, это именно ткани, которые могут носиться. ну и конечно, здесь опять отсылка к тому, что убирать желательно. Предостережение вообще вам по поводу нее и совет. Ну, вот смотрите, совет все равно от нее отказаться. Советы, что нужно отказываться от того, из-за чего вы переживаете. и сами ваши, да, вот здесь идут карты, которые говорят о том, что если она будет убрана, то и быстрее кое-что, что не нужно, тоже из жизни уйдет. Но опять же, видите, решать вам искусственно, если человек не хочет, мы это не убираем. Вот об этом речь. И еще смотрите, здесь вот с одной стороны карты рекомендуют убирать ее, а с другой стороны смотрите, что они еще рекомендуют. Насильственно, когда вы не готовы эмоционально не идти убирать, потому что это может сломать какой-то нюанс в энергетике и будет неправильно устранено. Поэтому пока не созрели, не убираем. Вот так, хотя парадоксальный вроде бы кажется совет. Если подытожить, что могу сказать, что здесь не требуется какого-то специального, нет, не требуется какого-то специального ритуала, хотя есть в том числе и обнуление действия татуировки на какие-то сроки от 1 до 3 лет и так далее. Пока что здесь, если сделать вывод из всего этого, можно пока носить дальше, пока вы не будете готовы именно ее убрать. Если вы эмоционально не готовы, то делать этого не надо. Но в течение до 10 лет где-то желательно все-таки задуматься в данном направлении совершить определенные шаги, поскольку есть нюансы, которые говорят о том, что с одной стороны продляет как будто бы гормональную молодость и так далее, но не всегда это стоит того, чтобы иметь энергетически не совсем верное, не совсем правильное нанесение на себе чего-то. Вот еще давайте так, ее влияние прям вот хочется колодой. Сейчас, вот смотрите, сейчас, кстати, после работ определенных снизилось ее влияние в целом на вас и вашу жизнь, но из сфер, смотрите, все равно она влияет больше всего на сферу личных взаимоотношений. там то, что по гормонам по здоровью было тоже сказано. Здесь ее влияние есть, оно не ключевое, оно может управляться вами, влияние на, кстати, мужчину знака земли или огненного знака, или на мужчину, который при деньгах и здесь вот она не на мужчину влияет, а на ваше отношение, на ваши эмоции, которые могут быть к нему, к тому, кто достаточно важен, скажем так, важный человек в вашей жизни. Вот так это формулируется. Так что интересная здесь история. Что могу сказать, я учту, но опять же, видите, вас вспомнила колода и, скажем так, карты хорошо понимают, о чем мы спрашиваем. В данном случае я могу сказать следующее, что защиту можно делать, можно ставить без проблем каких-то, глобального разрушающего воздействия не оказывает и вообще снизилось влияние некротики. И это хорошо, потому что все-таки здесь изначально оно было достаточно серьезно, но, видимо, очистка зацепила заодно и это влияние и, если не обнулила, то ослабила его до безопасных величин для вас. И это прекрасно, и это хорошо. Все, я желаю удачи, благополучия, до встречи, до свидания. Продолжение следует...